За последние два года президент Турции уволил третьего главу Центрального банка. Именно это поспособствовало снижению национальной валюты по отношению к доллару. По мнению президента Турции Раджеп Таиб Эрдогана, повышение ключевой ставки открывает путь к росту инфляции, которая сейчас составляет более 15%. Новый глава Центробанка страны разделяет точку зрения президента на денежно-кредитную политику. Кстати, нынешний валютный кризис в Турции уже второй за последние несколько лет. Эрдоган является сторонником мягкой монетарной политики, направленной на максимальное стимулирование развития турецкой экономики. Соответственно, он максимально стимулирует кредитную активность турецких банков. Мы видим, что в 2020 году, в то время как вся мировая экономика падала, примерно 4-5%, ВВП Турции вырос на 1,8%. За последние 10 лет темпы роста турецкой экономики колебались от 3 до 11%, за исключением 2019 года, отмечают эксперты. Президент Турции отдает предпочтение политике умеренной инфляции и высоких темпов экономического роста, нежели низкой инфляции и слабым темпам экономического развития. Естественно, все это не устраивает финансовых спекулянтов. Они хотят, чтобы процентные ставки росли, чтобы они зарабатывали высокий уровень доходности на турецких долговых ценных бумагах. Возможно, как и в 2018 году, на помощь Турции придет Катар, который окажет кредитную инвестиционную поддержку. По мнению экспертов, обесценивание турецкой лиры еще сильнее поддержит экономику страны. Турецкий экспорт станет более конкурентоспособным на внешних рынках. Это происходило и в 2020 году, когда на фоне кризиса турецкий экспорт продолжал расти в отличие от других стран.